Всем привет, с вами Синг. Сегодня обсудим стрим разработчиков по поводу версии 2.2, но в основном лорную часть, потому что в игровой, честно скажем, ничего особо интересного не было. Поехали! Начнем с нового босса. Если посмотреть на голову, то увидим так хорошо знакомые нам крылья. С учетом того, что я не вижу груди, это не зарянка, а скорее всего воскресенье. В описании к хору баланса сказано, что из-за вмешательства порядка он приобрел новый облик и вообще звать его Доминик. Моя теория такова. Эна действительно жива внутри шипе, как я и предполагал в прошлых видео. И, видимо, в сговоре с воскресеньем. Это объясняет реплику про вмешательство порядка и вид головы Доминика. В разрезе этой идеи новыми красками играет наклейка воскресенья про реинкарнацию. И, честно говоря, я все больше убеждаюсь, что именно воскресенье хотел убить сестру. Из-за того, что воскресенье скоррешился с Эной, Пинакония начала разрушаться. А зарянка говорит, что у нее сначала изменился и потом вовсе пропал голос. А все из-за того, что гармония на Пинаконии нечиста. Я перечитал ее официальный анонс в ТГ. Тут белым по черному написано, что зарянка использует силу гармонии для пения. И при этом она прославленная на всю галактику исполнительница. А вдруг зарянка эманатор шипе. Это объясняет ее невероятную привлекательность и музыкальный успех. Учитывая, что песенки сами по себе, ну, такие, средненькие. Я снова открыл спецвыпуск помпом про эманаторов. Тут как раз упоминается Доминик как одно из воплощений шипе. Но вот четкого определения, что такое гармонические струны, нет. Эна распространяла свое влияние через хор порядка. Потом шипе скушала Эну и стала делать то же самое. Только добавив к музыке легкий майнд-контроль. Откуда я взял последний тейк? Ну, во-первых, у нас был пузырь памяти про семью на станции Герта. Где это было довольно ярко показано. А теперь у нас есть практически прямой текст в описании босса. Желание коллективного сознания. Каждый из этого набора шипе. Вечный Центурион Эленев. Хор баланса Доминик. Панакустический театр Константина. Блаженный бал Беатрис. Все эти ребята эманаторы. И по совместительству гармонические струны. И Зарянка, чисто логически, отлично подходит этому списку. Она невероятно связана с музыкой. Распространяет влияние Эона на всю галактику. Было бы разумным не палить ее эманаторскую натуру и втихую работать. То бишь, она одна из гармонических струн и эманатор. Но это только моя догадка. Зарянка упоминает, что в семье появился предатель. И скорее всего, это один из глав кланов. Напомню, что Воскресенье тоже глава. Учитывая, что Зарянка пыталась найти предателя, было бы разумным от нее избавиться. А теперь такая мысль. Есть основания считать, что Шипи не поглотила Эну, а скорее слилась с ней в одном пути. Но Эна этого не хотела и может существовать внутри Шипи. И если это работает с ионами, то почему не может работать с эманаторами? Допустим, Воскресенье смог стать эманатором порядка. Или просто получил доступ к большому объему мнимой энергии. Гармония же из-за того, что праздник проваливается, а Пинакония рушится, ослабла. И тогда Воскресенье без Вазелина пытается влезть в Доминика. И отжать его силу, ровно так же, как Шипи это сделала сценой. Раунд! Можно вспомнить, что у Воскресенья с Зарянкой был некий уговор, хоть мы и не знаем, какой именно. Но не насрать ли вам на это, если вы буквально можете возродить эона, разорвав при этом другого эона, и стать практически живым полубогом? Еще один важный момент. Фестиваль гармонии проводится каждую янтарную эру. Подозревают, что у него есть сакральный смысл, который напрямую влияет на силу Шипи. И Воскресенье специально забивал на его подготовку, чтобы сорвать фестиваль и ослабить эона. По истории Тейзеронта сложилось ощущение, что сила пути зависит от количества последователей. Но вполне вероятно, что могут быть и другие причины. Я вот посидел и подумал, а что если дело не в том, что сорванный праздник гармонии уменьшит количество последователей и, следовательно, ослабит силу гармонии? Вдруг это ритуал для того, чтобы продолжать держать в печати, внутри Шипи, Эну? То есть, если его не делать, то у Эну появится возможность разорваться с Шипи. Если что, я ничего не употребляю, это все как-то само резко пришло в голову. Переходим к трейлеру. Сначала мы видим в одном кадре Химика, Часика, Стеллу, еще одну на экране, Март-7 и Светлячка. Эти ноги в чулках невозможно спутать. В следующем переходе сразу же появляется Воскресенье с надменно злодейским видом на фоне того самого экрана со Стеллой. А у Март-7 и Светлячка вид, как будто они его сейчас будут убивать. Еще меня удивил момент с Зарянкой команды Экспресса. Я пересмотрел его несколько раз, и мне показалось, что он показан задом наперед. Март должна была достать лук, а Стелла надеть шляпу. А роботы вылетать на нас, а не наоборот. Нам ненадолго показывают Бутхила. Стелла тусит в том самом пространстве Сахерон. А вот фрагмент с Черным Лебедем самый интересный. Слева Кокона. Справа мужчина со стойки регистрации. Сзади слева блюющий Дэнс, который ошивается около автоматов. А справа сзади кто-то очень похожий на Лесли Дина. Мне кажется, что задачей Лебедя было спасти воспоминания этих людей при крушении Пинаконии. В первую очередь так думается и за Лесли, если это, конечно, он. И надеюсь, что плохая концовка Коконы не канон. А вот какого хрена забыли пожиратель Луны и генерал на Пинаконии, я не знаю. Либо это воспоминания, либо наконец-то выстрелит чеховское ружье со времен окончания арки Лопес-эн-Жоу, когда генерал выдал нам нефритовые счеты союзника. Но учитывая следующий кадр, это не битва с Фонтилией, так как химика с нами тогда не было. И в концовке есть еще один кадр, который намекает на связь между Воскресеньем и Домиником. Это один и тот же жест. Как жаль, что у меня нету муки, чтобы повторить те знаменитые скетчи-бэт-комедиана. Потому что, мне кажется, мои теории начали уходить куда-то не туда. Но если хоть что-то сбудется, будет круто. Чуть не забыл конус за завтрашнее путешествие. Снизу слева мы видим Пом-Пом. Тройка персонажей это ребята, которые покинули Экспресс и остались на Пинаконии в те древние времена. Чисто из-за цвета волос предположу, что в центре Михаил. А вот мужчина справа крайне отдаленно напоминает Галлахера. В целом, по патчу мало что можно сказать. Лично мне кажется, что почти весь акцент будет сделан на сюжете. А в остальное время заняться будет нечем. Ребята, не тратьте банки с энергией, если собираетесь качать бутхилы или зарянку. Будут новые материалы возвышения. А еще очень клево, что на новом боссе будут топовые реликвии для гринда. Уверен, что в этот раз снова будет много круток. Потому что завозят аж три новых локации. И наша стабильная десяточка никуда не пропадает. Что зарянку. Что бутхила. Я планирую выкрутить на мейн. Так что будут подробные обзоры со всеми синергиями. А где-нибудь на следующей неделе выскажу мысли по поводу актуальности топаз и фусюань. На этом все. Спасибо за внимание и поддержку. Я подумаю, как мне успеть сделать 3-4 ролика до конца патча. Тем много, а времени мало. Всем удачи и пока-пока.